Глубоко уважаемые коллеги, позвольте коснуться достаточно большой такой проблемы эволюции лекарственного лечения рака яичника. Надо сказать, что рак яичника находится на третьем месте в структуре онкогинекологической заболеваемости в Российской Федерации. В целом на круг эта проблема актуальна как в России, так и во всем мире. Ежегодно около 200 тысяч регистрируется новых случаев рака яичника, погибает около 140 тысяч женщин от этого злокачественного новообразования. И опухоль характеризуется крайне агрессивным течением. Средний возраст больных 60 лет, к сожалению, опухоль выявляется в основном на третьей-четвертой стадии заболевания, поскольку не существует скрининга. И характеризуется в связи с этим высокой летальностью. То есть более 60% пациенток в течение 5 лет погибает от этой злокачественной опухоли. Основные методы лечения рака яичника являются комбинированные методы. Это хирургический метод в сочетании с лекарственными методами, либо одевантная химиотерапия, интервальный хирургический метод и далее лекарственная терапия. Если говорить об эволюции лекарственной терапии рака яичника, то исторически это вначале была неплатиновая химиотерапия. И дальше по этапам коснусь эволюции при внесении препаратов платина, токсанов в лекарственное лечение этой злокачественной опухоли. В начале до 80-х годов широко используются алкелирующие агенты. Дальше появляются работы, в частности ГОГовские работы, метаанализ ГОГ-22, который сравнивает алкелирующую химиотерапию рака яичника, сравнивают с комбинированными схемами, в частности двухкомпонентными, антрациклинные алкелирующие агенты, и демонстрируют выигрыш от комбинации препаратов над монотерапией, другими неплатиновыми препаратами. Далее ГОГовское исследование 47-ое, сравнивающее вот эту комбинацию, показавшую себя более выигрышной в предыдущем исследовании, сравнивают вариант трёхкомпонентного химиотерапевтического лечения, уже включающего препараты платины в режиме капциклофосфан, антрациклин и цисплатин, и демонстрируют выигрыш практически вдвое по медиане без прогрессирования, по общей выживаемости выигрыш вот этой вот схемы, в данном случае трёхкомпонентной, но содержащей препараты платины. Далее ГОГовское исследование 80-е годы, 52-е, сравнивает уже трёхкомпонентную эту же схему КАП с платин, содержащей схемы циклофосфан, цисплатин, и, в общем-то, получает по уровню ответа на химиотерапию примерно равный эффект двух вот этих вот схем. Основываясь на этом вот пусковом исследовании, дальше проводится метаанализ уже 30 исследований, в том числе и рандомизированные, здесь вы видите, перечислены эти исследования, включивших более 2000 больных раком яичника 3-4 стадии, и сравниваются уже платиносодержащие схемы КАП и ЦП. И да, действительно, трёхлетняя выживаемость несколько выше оказывается на трёхкомпонентной схеме, но и токсичность выше из-за того, что меньше процент, нет стопроцентного получения этой схемы химиотерапии у этих пациенток, получается ниже терапевтический индекс из-за вот этой большей токсичности схемы трёхкомпонентной КАПы. Поэтому стандарт вытесняет трёхкомпонентную схему, вытесняет на двухкомпонентную схему ЦП, поскольку по эффективности получается, по выживаемости без прогрессирования равные результаты, а по токсичности – меньшую токсичность. И поэтому в первую линию выходит на первую позицию платиновые препараты, циклофосфан, цисплатин в соответствующих дозировках. С появлением карбоплотина здесь появляется и карбоплотин, но стандарт – первая линия химиотерапии, платиновые препараты, двухкомпонентные с начала 80-х годов. Далее появляются токсаны, о которых упоминалось в ключе другой опухоли в предыдущем докладе, а здесь большие надежды с появлением токсанов возлагались именно на лечение рака яичника. И действительно, это получило подтверждение. В частности, вот эти исследования 90-х годов в ГОК, 111-е исследование, когда сравнивается на тот момент стандарт химиотерапии ЦП с на тот момент новым препаратом – таксолом в сочетании с платиновым агентом. Сравниваются равные рукава этих пациенток, третья-четвертая стадия заболевания, и, в общем-то, на круг даже выигрыш получается по уровню общего ответа, по общей выживаемости в группе пациенток, получающих таксол и препараты платина с достоверной величиной вероятности. То же самое подтверждает и исследование ОФ-10, где включено были в исследование от 2 до 4 стадии заболевания больные раком яичника. Также сравнивается стандарт с новым на тот момент препаратом таксол и платин, содержащий схемы. И тоже достоверный выигрыш получается в группе токсанов и по проценту общего ответа, и по медиане общей выживаемости. И основываясь в основном на вот этих вот двух исследованиях – в Гоговском – 111, ОФ-10, основываясь на этих вот достоверных различиях выигрыша схемы с токсанами плюс платин, содержащие препараты против первоначально стандартным циклофосфан-цисплатин, на первую позицию выходят стандарты режимы использования токсанов, в частности, поклитоксил, дозировки 175 мг на метр квадратный, и карбоплатин в дозировке, соответствующей АУК-5-6. И это входит уже в стандарты и в рекомендации и НССН, и ЭСМА, и всех котирующихся международных сообществ. Но, тем не менее, как я уже сказала, в основном опухоли – это больные раком яичника, представленные опухолями 3-4 стадии заболевания, когда не всегда возможно начать их лечение с хирургического компонента, тогда ставится вопрос о неодевантной химиотерапии. И здесь действительно проведенные исследования Хорус и РТС, сравнивающие первичную циторедукцию и вариант неодевантной химиотерапии с интервальной операцией, там, где невозможно было выполнить хирургию первым этапом, действительно постулируют, что выживаемость больных раком яичника 3-4 стадии после первичной химиотерапии до операции не ниже, чем после первичной циторедукции. И первичная химиотерапия до операции у данных больных может быть стандартным при распространённом раке яичника. Да, это допустимая опция, это широко используемая опция, где невозможно ставить вопрос о первичной циторедукции. И здесь в качестве неодевантной химиотерапии идёт стандарт та же схема химиотерапии, что и является для одевантного лекарственного терапии рака яичника, то есть паклитоксел, карбоплотин в соответствующих дозировках. Но, тем не менее, учитывая эти данные, подтверждённые документально большими стандартизованными контролируемыми исследованиями, тем не менее, всё равно выживаемость больных 3-4 стадии заболевания оставляет желать лучшего. Поэтому идёт постоянно поиск новых комбинаций уже известных агентов, может быть, попытки найти более выигрышных комбинаций. И вот в этой связи проводится исследование третьей фазы, где сравнивается со стандартом паклитоксела, карбоплотином, варианты доцитоксела плюс карбоплотин, либо пигелированного липосомального доксорубицина плюс карбоплотин. На круг, в общем-то, получаются равные цифры по показателям выживаемости без прогрессирования. И делается вывод, что, в принципе, да, допустимая схема, но стандарт всё равно первой линии остаётся токсан и карбоплотин. Другой поиск по пути улучшения результатов выживаемости этих больных – поиск прибавления к двухкомпонентных схем химиотерапии ещё третьего агента. В этой связи вот это вот исследование, объединяющее ГОК-182 исследование, ICON-5 исследование, где сравнивается, опять-таки, стандарт поклитоксел и препараты платины с триплетами. И в качестве триплетов четыре рукава выбираются, где добавляется гемцитабин плюс к стандартной схеме, доксил, топотекан, либо ещё вариант гемцитабин в различных режимах. Но в итоге на круг, сравнивая все вот эти схемы со стандартами, которые я перечисла первые, здесь у меня стандарт поклитоксел и карбоплотин, когда сравнили по результатам выживаемости безрецидивной выживаемости, по результатам общей выживаемости, цифры получили одинаковые для всех рукавов, как для стандарта первой токсаны платины, так и для триплетов, но при этом гораздо хуже получили результаты, естественно, по побочным эффектам, там, где были использованы триплеты. Поэтому опять вернулись к стандарту первой линии химиотерапии, двухкомпонентной токсаны платины. Другой вариант попытки улучшения результатов лечения рака яичника, подбор каких-то новых режимов, уже известных агентов. Здесь имеется в виду дозоинтенсивный режим введения препаратов. Основано это на заявлении, было вот этого результата в Гоговского и японского исследования третьей фазы, где сравнивалось стандартный режим карбоплотин поклитоксел с ДОУСДЕНС режимом, где карбоплотин вводился еженедельно. И да, действительно, трёхлетняя общая выживаемость показала преимущество при дозоинтенсивном режиме, но при этом число побочных эффектов почти вдвое было выше в группе дозоинтенсивного режима. Основываясь на этом, инициировано и проводится исследование Большой Айкон-8, где ставится та же задача, тот же вопрос по поводу дозоинтенсивного режима при лечении рака яичника. Сравнивается, опять-таки, со стандартом карбоплотина поклитоксел, стандартный режим трёхнедельный, вот этот варианты дозоинтенсивных режимов. Два рукава, там, где карбоплотина и поклитоксел еженедельное введение, и другой рукав карбоплотина раз в три недели, поклитоксел раз в неделю. И в результате этого исследования не получает достоверный выигрыш по результатам беспрогрессивной выживаемости стандарта и дозоинтенсивного режима. При этом те же самые рукава, расписанные у меня в цифрах, получаются по беспрогрессивной выживаемости равные цифры, что стандарт раз в три недели, что дозоинтенсивные равные цифры, но токсичность, вы видите, на порядок хуже при дозоинтенсивных режимах. Кроме того, ещё это подтверждается и анализом качества жизни этих пациенток, и действительно здесь проигрывают пациентки на дозоинтенсивном режиме. У них качество жизни, видите, ниже, нежели у пациенток на стандартном режиме, который вводится раз в три недели стандартный вариант химиотерапии. Поэтому выводами этого варианта, опять-таки, возврат к стандарту еженедельной дозы интенсивной химиотерапии не увеличивает беспрогрессивную выживаемость у больных раком яичника. Поэтому, опять-таки, вот этот возврат, трёхнедельный режим, карбоплатин, поклитоксил, остаётся стандартным в первой линии химиотерапии. Другой вариант каким-то образом улучшит результаты лечения терапевтическо-интроперитониальное введение химиопрепаратов, в отличие от внутривенного. И здесь есть исследования и европейские, и Соединённых Штатов. И там, где показан выигрыш в интероперитониальном введении, это в основном исследования родом из Соединённых Штатов идут, в отличие от более скептичных результатов и европейских исследований. И одним из таким значимым и широко известным результатов сравнения выигрыша интероперитониальной химиотерапии было в своё время озвучено в 2006 году Гоговское исследование 172-е, Армстронг, которое озвучило выигрыш интероперитониальной химиотерапии над внутривенной химиотерапией. Но в дальнейшем оно подвергается критике и коллегами американцами, и европейскими коллегами, поскольку, вы видите, очень низкий процент пациентов, которые действительно остались, полностью удалось провести интероперитониальный путь введения химиопрепаратов из-за большого числа побочных эффектов. То есть большому процентному соотношению в итоге пришлось уйти от интероперитониального введения и уйти на стандарт. И, может быть, это нивелировало и каким-то образом компрометирует результаты, которые были озвучены как в пользу интероперитониального введения. Поэтому европейские коллеги-онкогинекологи достаточно весомые здесь перечислены. Между прочим, двое из них будут у нас на белых ночах в июле в качестве экспертов выступать с лекциями. Андрея Дебуа и Игнасия Вергота постулируют, что интероперитониальная химиотерапия при раке яичника остается экспериментальным методом. И дальше на протяжении 90-х, 2000-х годов наблюдается такая стагнация застой в результатах лечения рака яичника. То есть смертность от рака яичника остается неизменной на протяжении нескольких десятилетий. Тогда взгляды обращаются на таргетную терапию в лекарственной терапии рака яичника. Здесь очень много таргетных препаратов, но избираются те, которые показали свою эффективность именно в лечении рака яичника. Это первые две строчки – ингибиторы ангиогенеза и парпингибиторы. Действительно, ингибиторы ангиогенеза Биоцезумаб в больших контролируемых исследованиях показал свою эффективность в лечении рака яичности. В частности, ингибиторы ангиогенеза Биоцезумаб в исследовании Гоговского, 218-й, Айкон 7-й, где анализируется сравнение стандарта химиотерапии токсана и платина с токсаной платина плюс Биоцезумаб. И в целом на круг, когда взяты изначальные пациентки, которые были набраны в группу 3-4 стадии заболевания, да, тенденция была продемонстрирована, выигрыш там, где был добавлен Биоцезумаб, но четкой достоверности не было выявлено. Когда же проанализировали и определили группы, где действительно достоверно сработал Биоцезумаб, это оказалось в пациентке, где не была выполнена оптимальная циторедукция, либо это была субоптимальная циторедукция, то есть группы высокого риска больных раком яичника 3-4 стадии заболевания. И вот в этих группах пациенток действительно получили достоверный выигрыш от добавления ингибиторов ангиогенеза, то есть добавления Биоцезумаб и по результатам выживаемости без прогрессирования, и по результатам общей выживаемости достаточно большая дельта, видите, почти 9,5 месяцев. И вот в результате вот этих исследований, ГОК-218, Айкон 7-го, действительно, где был выигрыш от добавления Биоцезумаба к стандартной линии, но в группах высокого риска, да, действительно, дозировки 15 мг на кг в течение 15 месяцев, действительно, он сейчас в стандарте включен на основании этой доказательной базы, то есть при стадии более 3-й в группы высокого риска после субоптимальной операции либо без выполнения оптимальной циторедукции добавление ингибиторов ангиогенеза привносит выигрыш в общей и безрецидивной выживаемости. Но, к сожалению, опухоль высокозлокачественная, более чем в третий случай развиваются рецидивы, которые стандартно делятся на платиночувствительные, платинорезистентные. В отношении платинорезистентных рецидивов в отношении рака яичника здесь исследуются различные варианты химиопрепаратов, которые не выбраны были в первой линии химиотерапии, с различным уровнем ответа от 13 до 32% уровнем ответа. И здесь сравниваются различные вариации этих химиопрепаратов, в частности, исследования Аурелия, где фигелированный липосомальный доксорубицин сравнивается с поклецокселом ежедневно, с топотеканом. Но в этом исследовании, хотел бы акцентировать внимание, еще были отдельные рукава плюс-минус использования биевоцезумаба. И вот суммируя именно уже суммируя вот эти все отдельные рукава по конкретным химиотерапевтическим агентам, разделяя их только по добавлению и не добавлению биевоцезумаба, здесь вот показан выигрыш у этих пациенток с платно-резистентным рецидивом при добавлении биевоцезумаба. Да, действительно, здесь выигрыш дельта достоверный 3,5 месяца в выживаемости без прогрессирования. В отношении вариантов искусственного удлинения платного интервала с помощью неплатного препарата, здесь результаты существуют метод. То есть один из вариантов тоже улучшения прогноза заболевания, результатов выживаемости у этих пациенток, каким-то образом увеличить длину без платного вот этого вот режима введения дальнейшей схемы, содержащей платину. Удлинив вот этот вот интервал неназначения платин, содержащих химиопрепаратов. И здесь, как вариант, случился рецидив у пациентки. Казалось бы, платина чувствительная в интервале 6-12 месяцев назначает неплатиновые препараты с целью отсрочить назначение комбинации химиопрепаратов, содержащих платину. И вот в этой связи вот это исследование было инсценировано МИТО-8, но не показавшее эффективность вот такой идеи. Поэтому результатом вывод был, как искусственное удлинение платинового интервала с помощью неплатинного препарата не улучшает и даже ухудшает результаты при рецидивах с дальнейшей платиновой химиотерапией. Поэтому, если это платиночувствительный рецидив, конечно, незамерительное платиновое лечение стандартом лечения этих пациенток. В отношении платиночувствительных рецидивов здесь стандартом является использование первой, как и при первой линии химиотерапии, токсанов и платина. Даже был исследован Icon 4 в 2003 году, сравнивающего режимы КАП и стандарт первую линию токсана и карбоплатин. И выигрыш был продемонстрирован в рукаве, там, где использовались токсаны плюс платиновые режимы. То есть, например, если вопрос возникает, пациентка в первой линии химиотерапии получила КАП, у нее случился платиночувствительный рецидив, вернуться к КАПу или идти по стандарту первой линии химиотерапии. Руководствуясь результатами этого исследования, нужно не возвращаться к КАПу, а идти по пути первой линии химиотерапии – токсаны и платины. И еще один момент в отношении рецидивов рака и яичника, достаточно большим прорывом последние годы, является акцент на лечении пациенток с платиночувствительными рецидивами, с мутациями БРК. На самом деле оказывается, что в 30-40% случаев у пациенток с платиночувствительными рецидивами оказывается положительная есть мутация на мутацию БРК. И действительно у этих пациенток они характеризуются более благоприятным прогнозом, вы видите здесь суммарно по прогнозам общей выживаемости этих пациенток. У них повышенная чувствительность к препаратам платины, повышенная чувствительность к некоторым цитостатикам и более благоприятный прогноз. И вот большим прорывом уже в наши года стало появление парпингибиторов, разработка и внедрение в медицинскую практику парпингибиторов, которые избирательно действуют на опухолевые клетки с мутациями БРК и вызывают их гибель, позволяя выжить здоровым клеткам. И появление парпингибиторов нашлось в реализации применения препаратов, в частности алопарип, который является первым в своем классе парпингибитором для персонализированной терапии больных с платиночувствительным рецидивом рака яичника. И действительно эффективность использования парпингибиторов подтверждена рядом исследований, в частности, это рандомизированные исследования второй фазы. Вот пионером в этой области была линпарза алопарип, вот это исследование 19-й, на основании даже второй фазы были продемонстрированы хорошие результаты, таким образом, что во все рекомендации НССН, ЭСМА и РУССКО включены были использования парпингибиторов алопарип в качестве поддерживающей терапии при платиночувствительных рецидивах наследственного рака яичника. Дальше продолжились исследования и заканчиваются рандомизированные исследования третьей фазы, СОЛА-2 исследования, АРИЛ-3, НОВА, касаемые, в частности, этого же препарата алопарип и, в том числе, других парпингибиторов, рукопарип, нейропарип, которые также демонстрируют свою эффективность. Ну, в частности, вот это первое исследование, хорошо себя зарекомендовавшее, на основе которого широко внедряется использование парпингибиторов в клиническую практику, 19-е исследование, где анализировался в качестве поддерживающей терапии добавление таргетного препарата алопарип в сравнении с плацебо. И действительно, в начальных точках было продемонстрировано, уже в начальных точках была продемонстрирована его эффективность для всей группы пациенток, даже без определения мутации в гене БРК. Но детализируя вот это исследование, больший эффект был определён среди пациенток с документированно подтверждённым БРК на следственные мутации. Поэтому больше исследований, вот в этом рандомизированном второй фазе исследования были отведены акценты именно среди больных с мутацией БРК. И действительно, среди этих пациенток был продемонстрирован выигрыш при использовании алопарипа, если он был включён в схему лечения. Действительно, это увеличивало выживаемость беспрогрессивно значимо в сравнении 4 против 11 медиана выживаемости беспрогрессирования в месяцах. То есть на 82% уменьшение риска прогрессирования заболевания и смерти в сравнении с применением плацебо. Это была начальная точка, в дальнейшем конечная точка, конечно, должна быть общая выживаемость, но пока шло исследование, промежуточные точки, чтобы оценить общую выживаемость, шли на варианты откладывания последующих химиотерапии по поводу следующих рецидивов. И здесь тоже была продемонстрирована выигрыш пациенток, получавших аллопориб в сравнении с плацебо, поскольку у них риск последующего рецидива откладывался в отличие от группы плацебо, что и, в общем-то, было подтверждено в дальнейшем по результатам общей выживаемости. Даже по результатам сырых данных, там, где было накоплено только 50% пул этих пациенток, была продемонстрирована тенденция увеличения общей выживаемости больных, получавших аллопориб, 35 против 32 месяцев, но пока без статистической значимости, это был 2012 год. Далее накоплен был опыт и уже в 2015 году, уже почти зрелые данные, и действительно достоверный выигрыш получили в использовании аллопориба при платно-чувствительных рецидивах, в отличие от группы плацебо, в дельте почти 5 месяцев. Это получилась достоверность, но, тем не менее, уже хорошая достоверность получили почти 5 месяцев, но оказалось, что в группе пациенток, которые за прогрессирование, с плацебо перевели их на аллопориб, то есть это немножечко скомпрометировало это исследование, произошел кроссовер, и когда убрали вот этих пациенток из кроссовера, получили еще больший выигрыш среди пациенток, получавших ингибиторы ПАРП, аллопориб, против группы, где было плацебо, то есть это 35 месяцев против 27 месяцев, то есть выигрыш получился почти 8,3 месяца. Таким образом, в результате вот этого исследования достоверно было продемонстрировано выигрыш использования ПАРП-ингибиторов, в этом исследовании в частности именно конкретно документировано БРК наследственный рак яичника, выигрыш в общей выживаемости у этих пациенток, если они получают дополнительно как в качестве поддерживающей терапии препараты ПАРП. Продолжается исследование, в частности и по аллопорибу СОЛА-2, исследование уже таблетированной формы, есть результаты третьих фаз исследований по ПАРП-ингибиторам других вариантов лекарственных препаратов, в частности НИРОПОРИП. Исследование НОВА демонстрирует также выигрыш ПАРП-ингибиторов над группой плацебо в беспрогрессированной и общей выживаемости. Также продемонстрирована эффективность использования ПАРП-ингибиторов в исследовании АРИЭЛЬ, это препарат рукопориб при платно-чувствительных рецидивах рака яичника, даже без строгой рандомизации именно документации регистрированной БРК мутации. И еще раз повторюсь, продолжаются исследования у пионеров в этой области ПАРП-ингибиторов среди аллопориба, вот это исследование СОЛА-1, когда использование аллопориба предлагается в качестве поддерживающей терапии после первой линии химиотерапии, но вот эти результаты пока ожидаются. Таким образом, по эволюции лекарственной терапии рака яичника, то, что мы имеем в настоящее время, первая линия так и остается по клетоксилкарбоплотин, в качестве поддерживающей терапии рака яичника высокого риска бевоцезумаб, и далее платно-чувствительный рецидив, первая линия химиотерапии та же самая, как варианты другие компоненты возможно на первой линии остается. И, кроме того, поддерживающая терапия таргетными препаратами – это бевоцезумаб, и зарегистрированный в Российской Федерации поддерживающая терапия БРК наследственного рака яичника – это Аллапариб. Спасибо за внимание. Спасибо большое за очень яркий, блестящий, действительно, доклад, который представил всю эволюцию в лекарственном лечении рака яичников. У нас есть вопрос, пока аудитория думает из Минска. Михаил Шипетько задает вам вопрос, какова частота операции Second Look после химиотерапии по поводу рецидива аденокарцинома яичников и их результативности? Есть ли такие данные? Спасибо. В отношении, здесь, наверное, более широкий вопрос, в отношении хирургии, в отношении… Я бы, скорее, здесь больше… Потому что именно Second Look после химиотерапии. Какова частота операции Second Look после химиотерапии? Нет, по сути дела Second Look операции не оправдали свою эффективность. Если мы говорим здесь скорее о неодевантной химиотерапии, об интервальной операции, здесь, да, это оправдано, такой вариант. То есть, если изначально невозможно выполнить оптимальную циторедукцию, то здесь, да, ставится вопрос о неодевантной химиотерапии и интервальной операции. В отношении Second Look операции нет достаточных данных об реализации эффективности вот этого момента. А вот в отношении хирургии рецидивов рака яичника здесь, может быть, вопрос поставлен и есть исследования европейских коллег, основная группа в Германии, которых находится, действительно по хирургии рецидивов рака яичника. И здесь, да, такой момент существует. И в основном рекомендации по хирургии рецидивов рака яичника, если это достаточно отсроченный рецидив, и если хирург уверен, что он может выполнить оптимальную циторедукцию по поводу этого рецидива, тогда это имеет смысл. Спасибо большое, Елена Александровна. Вопросы будут к Елен Санне? Просто у меня еще тогда вопросы. Елена Александровна, вот вы продемонстрировали, что назначение парк ингибиторов у бецентов с ассоциированной берсией мутации рака яичников, назначение парк ингибиторов положительно влияет на последующие линии терапии, увеличивая тем самым продолжительность жизни больных. Все-таки с вашей точки зрения, это преодоление резистентности или это какие-то более глубинные механизмы, или это все-таки вот в чем причина с вашей точки зрения, что на последующие влияет на эффективность последующих линий? На мой взгляд, в этом исследовании последующие линии химиотерапии у исследователей была просто точка, чтобы как можно быстрее оценить, предположить результаты общей выживаемости тем самым они пытались отследить вот эту вот отсрочку по последующих вариантов линии химиотерапии. В то же время подтвердить, что здесь нет каких-то опасений какого-то обратного негативного влияния парк ингибиторов, что они не привнесут наоборот негативизм, наоборот не ускорят каким-то биологически, в худшую сторону биологический ответ опухоли. То есть здесь в таком ключе, мне кажется, анализировались вот эти вот длительности последующего назначения химиотерапии по поводу последующего рецидива. Спасибо большое. Вопросы будут? Если вопросов нет, спасибо большое, Елена Александровна. Спасибо. 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 Спасибо.